Сильный, энергетически сильный день. День, когда должны зарождаться отношения, заключаться браки. И день, когда должны зарождаться очень великие дела. Дела, которые несут в себе большое количество энергии. Я, клянусь тем святым, что у меня есть, не обращалась к нумерологам, астрологам. Я просто захотела это сделать сегодня. И когда я увидела ваше послание, еще раз, в очередной раз я убедилась, что я все делаю правильно. И что моя интуиция, мой внутренний посыл энергии, он меня не подводит. Все больше и больше я в этом убеждаюсь. И это дает мне огромное количество сил и энергии. Скажу честно, второй поток марафона ЕК. Для меня еще более волнительный. Как и любое действие, которое ты делаешь осознанно. Любое действие, которое ты должен сделать. Не то, чтобы лучше. Я не могу сказать... Не хочу применять эту фразу. Но я понимаю, что я должна дать плодотворность тем людям, которые придут в поток моей энергии во второй раз. Я знаю, что очень большое количество участников из первого потока пожелают быть с нами снова. Я поддерживаю ваше желание, потому что у нас действительно с вами есть еще огромное количество незаконченных дел. Огромное количество непроработанных и недоработанных вопросов. Кому как не вам знать о том, как хорошо работает наша групповая терапия. А сейчас давайте более подробно для тех, кто не знает полную концепцию нашего марафона. О чем вам? Сегодня поступало огромное количество вопросов. И 80% этих вопросов были связаны, конечно же, с вторым потоком марафона ЕГАМ. Первое. Мы стартуем 23 мая. Второе. Ссылка на данный марафон. Сегодня было предоставлено впервые. У нас с вами 10 дней до старта марафона. Еще два раза я предоставлю эту ссылку. В какой из дней я говорить не буду. Сегодня она исчезнет в 24.00. Из моей шапки. Для чего я это делаю? Почему я не оставляю эту ссылку активной? Потому что я хочу видеть в этом потоке людей, которые придут туда осознанно. Я не хочу видеть людей, которые придут для того, чтобы просто посмотреть. Просто от нечего делать. Для меня этот проект, это не просто проект, это то, к чему я шла многие годы и то, чего я очень хочу душой. Я отдаюсь очень сильно энергетически в рамках данного потока марафона, уже второго потока. И для меня важно получать обратную связь. Когда у меня спрашивают, Катя, как ты восполняешь ту энергию, которую отдаешь людям? Я отвечаю следующим образом. Я сейчас сижу с вами, общаюсь через призму экрана. Меня смотрят порядка 100 человек. Я знаю, что посмотрит этот эфир несколько тысяч. И находясь в прямом эфире, я очень сильно чувствую энергию людей, которые смотрят. Так вот сейчас я понимаю, что меня слышит большая масса людей, которые даже просто, общаясь со мной через призму экрана, получают колоссальное количество энергии от меня. И благодарят меня за эту энергию. Так вот, ваша благодарность, которую вы передаете через призму экрана, для меня есть поток энергии. Все, что я отдаю, я принимаю от тех людей, которым я отдаю полезность. Так вот, в марафоне я хочу видеть людей, которые будут давать полезность мне, своей обратной связью. Ваш результат, для меня это некий заряд энергии и ответа на все мои вопросы, насколько я вам нужна. Я знаю, что во мне есть огромный энергетический потенциал. Я догадывалась об этом всегда, потому что чувство какое-то интуитивное, вот эти высказывания людей, какая в тебе энергия, к тебе с тобой приятно просто говорить, ты заряжаешь. Все это, это ваша обратная связь. Но то, что происходит в последнее время со мной и с окружением людей, которые происходят, которые находятся со мной рядом, оно непередаваемо словами. И я понимаю, что все это действительно имеет какую-то большую силу. В последнее время я очень углубленно стала изучать в литературе строение мозга человека, строение каких-то духовных начинаний каждого из нас. И все это очень сильно отзывается. Я стала читать столько, сколько я не читала за всю свою жизнь. Я как будто бы поглощаю это, и оно откладывается с невероятной силой и отзывается. Произошло что-то другое. Я не знаю, как это назвать. Потому что перед вами сидит человек, который раньше не делал всего того, что делал, а сейчас я это делаю, и мне это все очень и очень нравится. Так вот, наука обоснована, что люди, это не я сказала, это наука обоснована. Что люди делятся на два типа людей. Один тип людей с рождения получает открытый канал энергии. Эти люди на протяжении всей своей жизни могут приумножать этот открытый канал, развивая в себе эти качества. Интуитивное качество, качество передачи энергии другим людям. Развивая в себе это на протяжении своей жизни. Вторая группа людей, которая существует на этом, живет на этой планете, на Вселенной, это категория людей, у которых эти каналы закрыты. Они зажаты с рождения. Все это могло произойти в момент, в нашем мире ребенка, даже в утробе матери, на уровне бессознательного. У него заложено огромное количество страхов, каких-то скрытых, таких опасений, боязни этого мира. И у этих людей этот энергетический канал, он закрыт. Что могут делать эти люди? Они не смогут развивать в себе какие-то качества помощи другим людям, но они могут открыть свой канал для того, чтобы принимать эту энергию. У этих людей канал поступления энергии, он похож на бутылку, которая очень плотно закрыта пробкой. И знаете, вот как берешь бутылку с минералкой, когда ты ее открываешь, вот эта бутылка без газов, да, вот когда ты с газами бутылку открываешь, она делает такой... Так вот, эта категория людей, когда начинает приоткрывать в себе эти каналы, она выдыхает и начинает смотреть на мир по-другому. А в помощь этим людям должны приходить те люди, в которых этот канал уже открыт, канал энергии. Сейчас, наверное, меня слышит энное количество людей, которые смотрели меня ранее и думают, Казакевич, ты вообще сейчас о чем? Ты ли это? Да, это я. И сейчас я позволила себе быть той, какой меня так глубоко могли знать только очень близкие мне люди. Я докопалась до той истинной Катинки, и сейчас я хочу говорить с вами на вот такие темы, темы о жизни. И участники марафона первого потока помнят, как я им говорила, как я благодарила их за первый поток. Ведь первый поток возник сам собой, то есть это произошло как-то вот как-то на одном дыхании. Я просто проснулась 11 марта и действительно захотела что-то поменять в своей жизни. И это было не только про похудение. Да, я сказала вам тогда о том, что я хочу похудеть на 10 килограмм. Я не похудела на 10 килограмм, но я приобрела больше. Я приобрела осознание того, как я правильно могу научиться любить свое тело. Сила не в диетах. Сила не в усиленных тренировках без любви к ним. Сила в другом. Сила в изменении мышления здесь. А как следствие, это любовь к своему телу. И как следствие, это понимание того, какую силу нам дают тренировки. Какую силу нам дает спорт. Какую силу нам дает правильное питание. Так вот, тогда, создав первый поток марафона, я, честно говоря, не думала, что это все так сильно отзовется в ваших сердцах. И оно действительно, оно отозвалось даже более, более, нежели я могла предположить. Просто потому, что мы прожили этот месяц вместе. И вот эта групповая терапия, групповая терапия, это то, что дает каждый участник друг другу. Сейчас подробно я начну рассказывать вам, как все происходит в марафоне ИК. А те, кто уже влюбился в него, можете копировать ссылку, потому что после прямого эфира я ее удалю. И до 23 мая еще два раза я продублирую эту ссылку в своем профиле. Она не будет висеть в открытом доступе, для того, чтобы туда не приходили зеваки. Я хочу, чтобы эту ссылку видели только те, кому этот поток очень нужен для души. И так, наш марафон, он длится месяц. О чем мы будем говорить в рамках этого марафона? В первую очередь мы будем говорить о любви к себе. Это не про эгоизм. Это не про манию величия. Это про чистую и настоящую, безусловную, любовь к себе изнутри. Как это важно любить себя. Как это важно принимать себя той, какая ты есть. Когда вы любите себя, вы получаете ресурс любви. И вот этот ресурс любви к себе дает вам все остальные блага. Здоровье, деньги, успешность. Все это приходит тогда, когда вы любите себя. И очень многие путают любовь к себе, истинную любовь к себе, и принятие себя с эгоизмом и с некой такой вымышленной любовью к себе. С некой такой маской. Маской, за которой прячется огромное количество болей. Скажите, пожалуйста, истинно ли любит себя женщина, если она не любит свое тело? Истинно ли любит себя женщина, которая посвящает 80% своей жизни, работе? Истинно ли любит себя женщина, которая не испытывает оргазм, занимаясь сексом? Истинно ли любит себя женщина, которая ходит на работу, как на работу? она уговаривает себя в том, что она себя любит. И я делала так раньше. Получить ресурс любви к себе, настоящий истинный ресурс любви к себе, это получить все те блага, про которые я вам сейчас говорю. Любви финансовая, любви мужчины, признание людей рядом, коллег, карьера. Все это придет, когда появится любовь к себе, истинная и настоящая. Вторая тема, которую мы будем разбирать на протяжении всего нашего марафона, но она у нас является одной из ключевых тем, именно поэтому после любви к себе мы будем с вами разбирать тему рода. Тему нашего рода это родители, это отношения с мамой, с папой, бабушки, дедушки. Все начинается с детства. И все наши боли, все наши травмы начинаются не только с детства, а с момента зачатия нас и нахождения нас в утробе матери. На самом деле, мало кто задумывался на эту тему, но рождаясь, ребенок уже получил порцию в свое бессознательное от матери. Если мама забеременела и думала, нужен ли ей этот ребенок, он уже пропитался этим. И в мозг на уровень бессознательного вся эта информация уже ушла. Если мама находилась каждый день в стрессе и думала о том, где ей взять денег и страх неимения денег преследовал ее на протяжении этих девяти месяцев, ребенку жить с этой болью. Вот вся эта атмосфера, в которой мы росли в детстве, вся эта атмосфера, в которой мы находились эти девять месяцев, когда нас вынашивали, она влияет на формирование нашего сознания. Та информация, которая поступает в сознание человека, она проходит через фильтр и поступает из бессознательного, неконтролируемого в нами. И для того, чтобы дальше решать все эти проблемы, которые возникают в нашей голове и на протяжении нашей жизни, наша задача проработать все эти страхи, которые пришли с нами оттуда. Сегодня, когда я написала о том, что нужно жить легко, нужно жить непринужденно, принимая каждый день как должный день, как день, в котором есть много прекрасного, одна из возможно, вы сейчас есть в эфире, но одна из моих зрительниц, назовем это так, написала мне сообщение. Вы так легко пишете, а каково это матери, которая похоронила сына или матери, которая узнала, что у нее ребенка рак, каково это ей принимать эту информацию вот так легко и жить свою жизнь легко. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Вот это вот одна фраза, вы можете ее прям записать, каждый запишите. Пойдете вы со мной на марафон или не пойдете? Вот эту фразу запишите себе сейчас, я сейчас ее произнесу и повесьте ее на самом видном месте у себя в доме. Мы, люди, не можем изменить обстоятельства, вокруг нас, но в наших силах поменять к ним отношения. Пусть эта фраза станет ключевой для каждой из вас, тех людей, которые смотрят этот марафон. Простите, марафон, я уже в марафоне, этот эфир. потому что, когда в жизни случается что-то плохое, какие-то ситуации, которые выбивают нас из колеи, они уже случаются, и мы не можем изменить эти обстоятельства. Но как жить нам дальше с этими обстоятельствами, решать нам? Какое будет наше отношение? как будет жить мама, у которой ребенок заболел раком? Она будет заливать эту боль алкоголем, слезами, травмируя нервную систему своего ребенка? Или она научится с этим жить и бороться с этой бедой, преодолевая все эти обстоятельства, не думая о плохом, программируя себя только на хорошее? Перед вами сидит человек, у которого в жизни все это было, или потери очень близких людей. Об этом я буду рассказывать в марафоне и болезни, все это я не хочу сейчас об этом говорить в прямом эфире, так как не считаю нужным. Но поверьте, если бы я очень сильно фокусировалась на тех обстоятельствах, которые возникают на протяжении моей жизни, меня бы здесь не было. Я бы не сидела здесь с вами и не делилась бы с вами тем опытом, который я прожила. Я писала в своем одном из своих последних постов в том, что когда у меня не стало брата, я очень сильно переживала, переживала вся семья и все те виды, группы страхов, которые были, группы стресса, которые должны было, надо было пережить, я их пережила, и можно было продолжать плакать, продолжать истереть, а можно было взять себя в руки и продолжать жить. Мы не вернем тех людей, которых с нами нет. Я как никто другой понимаю сейчас каждого, у кого есть какие-то потери, да, их нужно прожить, прожить и не так легко и просто сегодня потеряв близкого человека, завтра улыбаться, и я не говорю о том, что завтра вы должны улыбаться, и не завтра, и не послезавтра, и не через месяц, и не через два, и даже не через год, но правильно прожив эту потерю, научиться, научившись жить перебором все эти обстоятельства, мы продолжаем жить и радоваться жизни, а что нам остается? Сейчас я сижу и улыбаюсь вам, потому что моя жизнь продолжается, и она должна продолжаться у каждой из вас, даже если жизнь преподносит роковые сюрпризы. Да, в каждом из нас живет частичка Бога, частичка Бога дает нам силы жить и проживать все это. как вытекающая третья тема это тема страхов, страх потери близких людей, страхи из детства, страхи быть обманутыми, недоуслышанными, это наша третья тема, которая будет проходить в рамках нашего марафона. Вы знаете, вы пишете очень правильные вещи, пока вы не можете и не сможете, потому что прошло очень мало времени, вы должны прожить год. Не зря, когда мы теряем очень близких людей, мы провожаем их через год. Вы должны прожить весь этот цикл. Новый год, день рождения ваш, этого человека, все праздники вы должны прожить так, как вы проживали с этим человеком, так вы должны прожить без него, прострадать, прожить внутри себя. Позвольте себе это сделать, не затягивайте, а дальше вы научитесь жить по-другому. Четвертая тема нашего прямого потока прямого эфира, хотелось сказать, нашего потока это взаимоотношения мужчин и женщин. Сегодня порядка 20 сообщений поступило на эту тему. Кадя, как мне быть? Мой муж перестал меня замечать, но относится ко мне не так, как относился раньше. У нас двое детей. Маленькому еще буквально 10 месяцев, но я вижу, что он потерял интерес ко мне. Помните, я писала один из постов своих, такой очень сильный пост, в котором я сравнивала жену и женщину как версию урезанного слова жена. Жена это урезанная женщина. Женщина, ты прекрасна, женщина, ты можешь все, женщина, ты должна себя любить. А жена это часть женщины, это неполноценная женщина, это некое подобие на женщину. Простите, но это так. И когда ваш мужчина понимает, вкушает вас как жену, только как жену, когда он не воспринимает вас как женщину, это первый и очень громкий сигнал вам. С этим нужно срочно что-то делать. Потому что, как правило, у таких жен мужчины ищут утешения на стороне. Как правило, именно таких жен мужчины перестают ценить как женщины. Если ваш мужчина стал смотреть в сторону, либо потерялся интерес в его глазах, задайте себе вопрос, все ли вы делаете правильно. Не пытайтесь найти проблему в нем, попытайтесь поговорить с собой. Как давно вы истинно любили себя, как давно вы баловали себя, как давно вы находились в состоянии легкости, воздушности. мужчины любят легких женщин, не ноющих, не обременяющих. Казалось бы, перед вами сидит успешная женщина, которая прекрасно состоялась в бизнесе, но даже этой женщине, вот этой женщине пришлось учиться быть женщиной, а не загнанной лошадью, которая заигралась с бизнесменом. Мужчина любит находиться в постели с женщиной, а не с бизнесменом. Деловая женщина должна тоже находиться в балансе. И вот сейчас я понимаю, о чем я говорю. Я продолжаю быть женщиной в бизнесе, и мне это очень нравится. потому что домохозяйки, женщины, которые посвящают себя только борщам и супам, становятся женами, превращают себя в жен, которые проживают свою жизнь ради детей, ради мужа, но не ради себя. Это ваша роковая ошибка. Быть главнокомандующим плохо. Быть домохозяйкой и женой, которая живет свою жизнь ради детей и ради мужа, тоже плохо. Хорошо находиться в состоянии баланса. И вот это состояние баланса, казалось бы, какое оно, это состояние баланса? Как это? вот как это состояние баланса? Я много раз слышала эту фразу, но даже так сложно обрести это состояние баланса. Но когда ты его обретаешь, ты обретаешь невероятные силы, финансы приумножаются, мужчины любят. Мир вокруг становится каким-то другим. Впервые я приехала на мероприятие в мире перманентного макияжа с таким легким, воздушным состоянием внутри меня. Мне хочется дышать полной грудью, мне хочется наслаждаться каждым моментом. Я вижу мир по-другому. Я не могу не наслаждаться этим моментом. Я хочу достучаться до сознания многих женщин. И благодаря тому, что у меня сегодня есть публичность в соцсетях, пусть небольшая, но есть, я хочу вам об этом говорить. Услышьте? Мир очень многогранен. И ваши мужчины любят вас с еще большей силой тогда, когда вы любите себя. Не любовью эгоистки, нет. Не любовью феминистки, а любовью женщины, которая наслаждается каждым днем. С ней легко и просто. Она не применяет своим нытьем, она не говорит о том, что жизнь говно, простите за выражение, у нее все классно. Она вдохновляет своего мужчину на новое начинание, и он желает творить для нее еще больше. Она просыпается каждое утро с улыбкой, и даже если он бухтит, она говорит доброе утро, Коленька, жизнь прекрасна. Он смотрит на нее и говорит, все в порядке? «У тебя все в порядке? Да, Коленька? У меня все в порядке. Я очень люблю тебя». Он улыбается и говорит ей, «Я тебя тоже люблю. Попробуйте, у вас получится». Это так круто, любить все то, что ты делаешь. любить людей вокруг, любить свое тело, любить свою душу. Как нести себя в отношениях с мужчиной? Как не потерять себя и остаться той самой желанной женщиной? Той женщиной, с которой хочется находиться каждый час, каждую минуту. Хочется, как тогда, в молодости заниматься сексом? В лесу? Или в машине? Или на балконе? Ну, как тогда, когда познакомиться, когда это было впервые? Ну и наша завершающая тема, которой мы будем... Нет, не завершающая. Наша пятая тема — это тема тела. Тема любви к своему телу. Тело благодарности. Тема благодарности к своему телу. И здесь, конечно же, я хочу в рамках нашего марафона познакомить вас с невероятными женщинами. Теми женщинами, которые помогли мне обрести любовь к моему телу. Познакомили меня с истинным состоянием любви и принятием своего тела. А как следствие по учениям вот этого эндорфина, который я испытываю, находясь на тренировках. Как научиться кушать и худеть. Бывает ли такое похудение без диет? Перед вами сидит человек, который всю жизнь сидел на диету. Постоянно какие-то с собойки, какие-то, знаете, контейнеры. Все это очень сильно выводило меня из себя. Почему? Потому что меня обязывали делать как-то по системе. Я не хочу по системе. Я не хочу так, как все, по какому-то единому плану. Я хочу так, как это делаю я. Так, как желает мое тело и моя душа. И это возможно. И вы понимаете, что именно изменив мышление в мозгу, свое понимание к еде, как не как удовлетворению своих физических потребностей. Поменяв отношение к еде, мы меняем наши внутренние установки. Наш тутрициолог Юлия Герасимовна, она своим личным примером, своей личной динамикой, динамикой своего тела учит вас не заедать стресс, а относиться к еде по-другому. Эстетика. Эстетика в еде. Она будет находиться с вами в рамках марафона ЕГА на протяжении месяца, давая вам огромное количество полезностей. Те, кто был на первом потоке, знают, о чем я говорю. Наша Алина. Невероятный тренер Алина. Девушка, которая настолько любит свое дело, настолько профессионально подходит к этому детищу, что, наверное, я желаю каждому тренеру так любить свое дело, как любит этот человек, так любить и так профессионально доносить эту любовь обычному человеку, то есть нам. Два раза в неделю она будет выходить к вам с тренировками. Помимо этих тренировок вы будете получать огромное количество информации о мышцах тазового дна, о плоском животе и почему, качая пресс в тренажерном зале, делая это неправильно, мы только вредим своем здоровье. Почему так происходит, а должно происходить по-другому? Обо всем этом будет рассказывать вам Алина. Конечно же, утренние рассветы без своего маленького лучика Анастасии, это мой второй тренер и наши рассветы Настя, я надеюсь, ты здесь. Рассвет и красота тела все это тоже в рамках нашего второго потока. И, конечно же, я заявила об этом в ссылке на наш марафон. Вас ждет один тайный гость. Я не буду сейчас говорить, кто это будет, но это будет что-то очень глубокое, не такое, как раньше. Я хочу видеть рядом сильных женщин. И в первую очередь, сила должна быть духовная. Я не буду для вас в рамках этого марафона. Ну и шестая тема, это тема финансов. мы ответим с вами на вопросы, почему кому-то все, а кому-то ничего. мы ответим с вами на вопросы, как перестать мыслить узко, как расширить канал приема денег, ведь их много. Денег много во Вселенной. Наши каналы и их приемы закрыты. Женщина, живущая в изобилии, получает много. Пусть это все, сказанное мной в рамках данного прямого эфира, отзовется у каждой из вас. Я рассказала вам о шести темах, которые будут в рамках этого прямого эфира. Я познакомила вас со спикерским составом. Все это будет проходить в закрытом профиле. Шесть тем. Шесть интенсивных прямых эфира с медитациями от меня. Ну и, конечно же, полезность от наших спикеров. У нас будет с вами два чата. Один чат. Это чат, в котором мы общаемся друг с другом. Это наша групповая терапия, в которой, получив ответ на свой вопрос, вы делитесь своим прогрессом и даете терапию, групповую терапию тем людям, которые будут с вами. Почему не семь или пять? Почему все выбираете? Не понимаю ваш вопрос. Так. Давайте я почитаю вопросы. Давайте по порядку. Я только вступила в марафон, уже почувствовала энергию. Встретимся с вами 1 июня. Даже если битва обречена на поражение, люди пошли за тобой. Ты настолько сильный мотиватор, что тебе веришь и даже раздумывая. Вы знаете, я на самом деле очень сильно хочу, я об этом говорю в сторис, просто бесконечно. Я хочу видеть в рамках этого марафона только тех, кому я действительно подхожу. Подхожу по энергетическому состоянию. Я не хочу, чтобы меня смотрели те люди, у которых я вызываю раздражение. Те люди, которые не доверяют мне, которые, возможно, относятся скептически ко всему тому, что я сейчас говорю. Это будет нечестно, в первую очередь, по отношению к вам. Вы будете совершать нечестные действия по отношению к самому себе, внося денежные средства в, скажем так, дар тому человеку, которого вы не уважаете, которого вы не приемлете как человека в вашей жизни. Я хочу видеть рядом людей, которые чувствуют меня энергетически, которым близки методы работы, которые есть у нашего спикерского состава. Это наш тренер, наш нутрициолог. Очень сильно нужны, которые будут давать нам такой же поток энергии, как будем давать мы. Очень хочется в жизни встретиться. Я думаю, что на самом деле у нас будет возможность встретиться еще и в реальной жизни. Мне муж говорит, что я живу в каком-то своем мире и витая в облаках, но так же интересно, за эту нереальность он меня и полюбил. Так и сказал вчера. Да, это очень важно, но еще более важным является, знаете, нахождение в таком состоянии баланса. Просто находиться в состоянии в этой бабочке летающей тоже не есть хорошо, потому что мы будем с вами говорить о той категории женщин, которая, я сейчас не говорю именно про вас, да, допустим, Ксения написала в сообщении, но вообще есть категория женщин, которые живут в облачке. Вот мне так хорошо, я вот такая вот вся волшебная, я наслаждаюсь жизнью, у меня вот так вот все прям по-волшебному. Мужчина мой зарабатывает денежки, вот и все хорошо. А я просто вот красивая статуэточка нужна просто для украшения этого мира. Это тоже не работает. Вы не любите себя, потому что вы не уважаете себя как личность, которая должна состояться. И вашему мужчине, мужчине у тех категорий женщин, про которые я сейчас пишу, в некий период времени вы перестанете быть интересной. Меня слушает 100 человек, и никто ничего не спрашивает. Да, давайте, знаете что, я настолько зарядилась с начала марафона, что сегодня уже начались чудеса. В предельном мероприятии я приняла участие в розыгрыше, взяла свое любимое 13 число, отошла и почувствовала свое желание. Выиграла роскошный стул впервые в жизни, Настя. Ой, Олечка, это Оля написала. Я очень рада за тебя, я рада, девочки, за вас. Очень-очень-очень рада. Давайте, наверное, все-таки пожелаем друг другу сладких, спокойных снов. Я включу музыку, громче. Давайте на этой приятной ноте, на этой приятной ноте я хочу попрощаться с вами. А в каждом прямом эфире нашего марафона ИК мы будем завершать с вами беседу медитацией. Пока я просто предлагаю насладиться моей любимой музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Никаких ограничений часовой.